Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будет влог, и начать я его хочу с тех средств, которые закончились. Это средства для дома. Первое, что покажу, это влажные салфетки. Покупала в каком-то магазине, честно говоря, вот не могу вспомнить в каком, но они очень-очень дешевые. Мне кажется, может быть, в том магазине, в котором я покупала, они были самые дешевые. Но вы знаете, мне вот этой пачки хватило на несколько месяцев, и они были вот до самой последней салфетки влажные. Очень хорошие, мне понравились. Поэтому вот если увидите, то приобретите, попробуйте. Также закончилось мое любимое средство от Фаберлик. Это средство для очистки духовок и плит. Вы знаете, очень хорошее, много я его использую, и не только для духовки. Поэтому я вам советую. Действительно справляется с такими, знаете, уже серьезными загрязнениями. Там, где многие средства не помогают и не действуют, то вот это вот средство мне всегда приходит на помощь. Единственное, что нужно, когда я его использую, я, конечно же, надеваю перчатки защитной, потому что оно очень такое въедливое и смывается достаточно сложно. Но зато это того стоит. Очень хорошее средство. Это, наверное, мне кажется, вот если взять Фаберлик, то это самое любимое средство из серии Дом Фаберлик. И покупаю уже не первый год. Покупала я этого средства, девочки, тогда, когда, по-моему, компания Фаберлик еще называлась Эдельстар или Эльстар. Что-то такое вот было. То ли Фаберлик выкупила Эдельстар, то ли поменялось название. В общем, вот эти подробности я не знаю, но вот это средство я еще с тех времен запомнила и постоянно покупала. Дальше закончился у меня свежитель воздуха водяной. Люблю я вот именно водяные. Давно их уже приметила для себя, использую. Фаберлик, кстати, тоже покупала их. Вот это вот покупала в Финляндии. Здесь 300 либо 400, а не, 425 даже миллилитров, вернее граммов. Вот. Также мне хватило месяцев на 5 на 6 вот этой бутылочки. Очень приятный, нежный, цветочный аромат, ненадоедливый. Такой действительно очень приятный. Поэтому вот если увижу и соскучусь именно по этому аромату, то приобрету заново. Также закончилась уже, не в первый раз показываю вам эту бутылочку, это Ферри, средство для мытья посуды с ароматом граната. Именно с ароматом граната я люблю больше всего. Сейчас у меня передышка. Насчет Ферри я приобрела от немецкой марки, не помню название, такое какое-то, знаете, как бы натуральное средство для мытья посуды. Посмотрим, как оно себя поведет. Но в запасе, если честно, вот такая же бутылочка уже стоит. И еще хочу вам показать кофе. Обычно я вам показываю в покупках чай, кофе. Говорю, что такое, знаете, первое мнение. А здесь решила сегодня, раз уже закончилась вот эта вот упаковочка, то я тоже решила показать и сказать, что действительно это кофе очень хорошее. Вот. И вообще, наверное, как больше напоминалочку для себя я его вам показываю, потому что если вдруг захочу его купить, а я скорее всего захочу, то мне будет где посмотреть и вспомнить, какая упаковочка была. Это итальянское кофе мне безумно понравилось. Здесь 500 грамм и крепость у нее четверочка. Очень такое мягкое, приятное. Действительно, получала огромное удовольствие, когда пила именно вот это кофе. Афинское в основном, мне кажется, каким-то, знаете, кислым. Действительно, кислятина какое-то отдает. А вот это итальянское очень понравилось. Вот. Поэтому, если увидите, то я вам советую приобрести. Знаете, еще недавно были мы в Белоруссии, конечно же, в России, и заходила я в Фикс Прайс. Я там особо ничего не приобрела, но мне нужен был блокнотик, и мне вот этот вот понравился с мотивами Франции. И вообще мне понравилось оформление. Смотрите, здесь на каждой страничке разные рисунки, то есть очень разнообразно все. Мне понадобился блокнотик для записи. Я обычно у меня, если приходит какая-то идея по поводу видео, я записываю либо название видео, либо, когда у меня есть время, знаете, когда закадриваю такой вот голос, то я тогда записываю свои слова, а потом уже монтирую видео. Вот. То есть, ну вот для таких целей мне понадобился блокнотик. Я его выбрала. Очень мне понравилось, что внутри разлинеяно вот так вот, и вот что на каждой страничке свой рисунок. И вообще, именно вот оформление этого блокнотика мне напоминает о поездке в Париж. Хотя именно на тот момент, после приезда из Парижа, мне казалось, как-то не особо меня Париж впечатлил. Но сейчас прошло несколько лет. Я вот вспоминаю, фотографии недавно просматривала, и что-то в душе дрогнуло. Все-таки, наверное, мне понравилось. И еще, что я купила в FixPrice, это вакуумный пакет. Это уже не первая моя покупочка. Очень-очень я их люблю. Именно вот эти с FixPrice мне безумно нравятся. Вот. Пока мне еще ни одного бракованного пакета не попалось, либо какого-то плохого по качеству. Действительно, оно, когда я сдуваю воздух, и держит очень хорошо. Ну, в общем, классный. Действительно, классный пакет. Единственное, что мне в этот раз купались еще в FixPrice с ароматом розы. Не знаю, что это значит, но взяла, решила попробовать. Как вы видите, цена 55 рублей. А за блокнотик я даже не знаю сколько, как-то не обратила внимания. Просто мне нужны были пакеты, и нужно был блокнотик. И я целенаправленно подошла, посмотрела то, что мне нужно, купила и вышла. Поэтому вот, ну, может быть, тоже 50, либо 55 рублей. Смотри, какая сейчас цена. Фиксированная в FixPrice. Вот такие вот у меня были и покупочки, и закончившиеся баночки. Ну что, девочки, опять готовлю картошку молодых. Вот, так действительно, вот любим, любим, очень любим мы этот рецепт. Повторюсь, если кто-то, может, не смотрел это видео, оливковое масло, зелень, соль. Ну, все ваши любимые специи вот так вот перемешиваем. А потом при помощи такого вот приспособления наносим на картошечку. Распределяем и запекаем вот так вот в открытом виде. Очень-очень вкусно получается. Сейчас я закатываю. Вот, и это у меня осталась последняя баночка. Вот такая вот красавица у меня стоит. Мне нужно, чтобы она 15 минут настоялась. Потом воду я сливаю, заливаю маринадом и закатываю. Поэтому вот пока у меня есть время. Сейчас, кстати, включу. Так, так, так. Так, где-то на 180 пока что. Ключом, плиту. Вот, пока есть время, я заодно решила сделать пол. У меня появилась новая помощница на кухне. Старый чайник электрический мы выбросили, потому что он в последнее время очень-очень сильно начал шуметь. И с каждым разом у него шум становился все больше. Если честно, я начала опасаться, что он, может, взорвется, либо еще что-то, не дай бог, произойдет. Поэтому вот начала выбирать чайник. Если честно, выбрала я другой чайник, совершенно другой. Но волей судьбы мне пришлось купить этот. Но не то, чтобы пришлось. Я как бы была и согласна и на этот. Картошку пока убрала, раз уже начала рассказывать. Расскажу с самого начала. Пришлось все-таки нам купить кофеварку. Хотя я действительно выбирала хорошую кофемашину. Но муж меня склонил опять же на кофеварку. Он говорит, что в кофемашине только одна чашка приготовится. Если, например, большая компания гости, пока каждому по одной чашке приготовишь, то пока последнего приготовишь, первый уже выпьет. И действительно, в чем-то здесь он прав. Поэтому мы начали выбирать. Когда мы пришли в магазин, покупали мы Верка Каупа в Хельсинки. Если кто-то из Финляндии... Думаю, вы знаете этот магазин. Многие магазины электротехники мы проехали. Вроде бы выбор кофемашин очень большой в Финляндии. Но все равно как-то глаз ни на что не падал. Но когда приехали Верка Каупа, я видела вот эту кофемашину. Кофеварку. Боже мой, почему кофемашину? Кофеварку. Но честно, я влюбилась. Она мне показалась очень стильной. Вот на такой платформе она стоит. В общем-то, пользуемся мы уже, может быть, около месяца, если честно, девочки. И я очень довольна. У нас как раз недавно были гости. Мы заваривали. Кофе получается вкусный. Никакой пластмассы не пахнет. Если, например, в прошлой кофеварке у нас действительно пахло пластмассой. И даже это не то, что мы купили, и как бы запах выветривается. Нет, этот запах не выветривался. На протяжении двух или трех лет он постоянно пах пластмассой. Муж на это очень сильно жаловался. Я как-то особо этого не замечала. Вот. То есть здесь никакого запаха пластмасса нет. Очень удобный, стильный. Вроде бы, кажется, ручка такая квадратная. Но на самом деле она так удобно лежит в руке. Вот здесь вот это все открывается. Ну, честно, пока я в восторге. Если вы хотите, может быть, через месяц, может быть, чуть позже, я сделаю обзор. И вот, кстати, потом, после этой кофеварки, я начала выбирать электрочайник. Честно говоря, выбор у меня упал совсем на другой электрочайник. Но муж говорит, тот чайник был очень красивый. Я вам оставлю картинку, если смогу, если я найду его в интернете. Цена его была, по-моему, девочки, 110, что ли, евро. А вот этого чайника цена 75 евро. Но в том чайнике он просто чайник. А здесь муж говорит, купи-то лучше это. Здесь, вот смотрите, можно выбирать, видите, температуру. 70-80-90 градусов. Также есть функция подогрева. В общем, он не то, что уж прям совсем крутой, но он намного круче того. В том просто подогрев воды и все. Здесь все-таки можно выбрать температуру. Муж уговорил, сказал, смотри, вот они будут и одинаковые, из одной серии. Компания Bosch, ты любишь компанию Bosch. И это будет лучше смотреться. И я так подумала, думаю, действительно он прав. Ну вот, не буду я гнаться за той красотой, которая была в том чайнике. Но вы знаете, я ничуть не разочаровалась, когда я его вживую увидела. Получилось так, что муж поехал, купил его. Вот, и привез мне. Я открываю коробку, вот когда вживую увидела, мне очень он понравился. И платформа эта понравилась. И опять же, кажется, какая-то квадрантоватая слегка, да, ручка. Но все равно она очень удобная. Честно, я в восторге. Я просто пишу-пишу. Вот, если интересно, пишите, девочки. Я действительно по прошествии какого-то времени сниму. Ну, коротенькие такие обзоры. Мое мнение, что я отметила в использовании, что нравится, что не нравится. Но пока мне все-все-все нравится. Может быть, это просто на эмоции? Честно, девочки, я не знаю. Ну, в общем, ладно, заболталась я по поводу моих этих новинок. Ну, уж очень они мне нравятся, честно. Сейчас буду делать картошку, потому что уже нужно будет скоро из банки сливать воду. Да, банка уже практически остыла. Заказала недавно на Алиэкспресс вот такой маркер. Покажу поближе, как он выглядит. Оставлю тоже ссылочку в этом влоге. Он рисует белым цветом. Но я его заказала для того, чтобы на наклейках таких черных, которые предназначены для организации хранения, там, да, что-то подписывать, которые я тоже покупала ранее на Алиэкспресс, но еще вам не показывала, вот. Они черные, и, ну, естественно, нужно белым маркером написать, чтобы было видно надпись. Вот. И я в этой надежде нашла вот такой вот маркер, заказала, но еще его не открывала, не пробовала, потому что наклейки отвезла в Беларусь, и только через определенное количество месяцев я попаду в следующий раз в Беларусь, поэтому нет смысла открывать и писать. Ну, вот, может быть, кто-то ищет белый маркер, так вот, знаете, что на Алиэкспресс он и есть. Еще хочу вам показать книгу, вернее, две книги. Тетя дала мне почитать, сказала, что ей очень понравилось. Она сказала, что где-то на распродаже в Питере их купила по 45, что ли, даже рублей. Представляете, как дешево. Значит, вот, две книги. Одна называется «Ра», вторая «Аку-аку». Я начала читать вот эту вот «Аку-аку», и она ее тоже начинала, и ее она поразила, очень понравилось. Автор, вот он, Тур Хейердау. Не знаю, по-моему, он как норвежец, что ли, если я правильно поняла. Вот такое вот описание, вот сам автор, кстати. И вот эта вот книга как раз-таки рассказывает о гигантских статуях на острове Пасхи. Вообще про остров Пасху рассказывается. Кто первый? Но это уже автор сам рассказывает про свои путешествия. Вот, я немножечко совсем прочитала, но, вы знаете, мне нравится. Автор рассказывает про свои путешествия. Ну, естественно, все это приукрашено. И, например, вот, ну, про вторую еще ничего не могу сказать. Может быть, когда прочитаю, вам скажу. А вот в этой книге конкретно вот он рассказывает, кто был первый открывателем на этом острове. Какие вообще люди, именно истинные поселенцы этого острова. Вот, и вообще про всякие нюансы. Про то, как он готовился к путешествию. Как началось и в них путешествие. Какие сложности. И, ну, как я поняла, что здесь будет очень-очень интересно, захватывающее такое путешествие. Вот, я такое, в принципе, люблю. Я и фильмы такие всякие люблю, приключенческие. Так что я так поняла, что здесь тоже. Вот, ну, и вообще, знаете, дополнительная информация, скажем так, об острове Пасхе. Ну, вот. Те, кто путешествует, любят путешествия, я думаю, вам будет очень интересно вот такое вот почитать. Ну, по крайней мере, вот начало мне очень нравится, действительно классно. Ну, а вот эту вот вторую книгу я еще не читала. Может быть, когда прочту полностью, либо начну читать, как вот эту, я тогда вам расскажу, немножко покажу. Хотя, если честно, я уже не первый раз оговорилась в видео, что я читаю книги, что расскажу, покажу что-то, и каждый раз я прочту книгу и отдам, например. Либо прочту и везу куда-то. Ну, в общем-то, как-то мне не получалось. Всегда, даже хотя бы так мимолетом, но задеть тему и рассказать по поводу книг. Вот. Ну, вот это мне действительно впечатлило, очень интересно, такая отвлекающая от всего. Поэтому вот я ее читаю с огромным удовольствием. Но сейчас у нее очень много времени свободное, но все же думаю, что скоро прочитаю. Главное, несколько часов свободных, и книг будет прочитан. Так что вот такие вот две книги – это мое чтение на ближайшее время. Хочу показать вам свою сумасшедшую закупку бытовой химии. В данном случае у меня кондиционер для белья. Я во многих видео показывала и говорила, что вот этот вот кондиционер Lovell я сам и больше всего люблю. Вообще, мне почему-то больше нравится вот этот фиолетовый, но что касается запаха, они одинаковые. По запаху, вот единственное, что фиолетовый для цветного, а тот зелененький классический. И у меня такая сумасшедшая закупка получилась, потому что одна такая банка стоит 6 евро в Финляндии. Вот, и я так слежу за скидками и заметила, что где-то один раз в год в магазине Токмане бывает распродажа. Вот, в прошлом году один раз я такую распродажу поймала и тоже закупилась очень много, 6, может быть, или сколько упаковок купила. И вот как раз прошло где-то полгода, может быть, даже больше. Почти год, да, прошло, и опять появилась такая распродажа. То есть, такую банку можно, бутылку можно купить за 4 евро. То есть, получается, что 2 покупаем бутылки кондиционера, и третья как бы выходит в подарок. То есть, как бы выходит бесплатно. Получается, что 2 штуки из 6 купленных бесплатно. То есть, это очень хорошая акция. Таких акций, вот я говорю, только в Токмане. Вот я видела один раз в прошлом году и один раз в этом году. Поэтому, конечно, закупилась этими кондиционерами. Я люблю, чтобы белье пахло. Поэтому я, в принципе, исходя от этого, я и покупаю эти кондиционеры. И я вижу, что конкретно вот эти, они еще немножко смягчают белье. Поэтому я их просто обожаю. Запах этот обожаю. И вообще их обожаю. Периодически покупаю какие-то другие, экспериментирую. Я вам об этом показываю, рассказываю. Но вот эти вот самые мои любимые. Поэтому такая вот у меня закупка произошла буквально недавно. Вы знаете, давно не делала. И уже вот пока готовила, поняла, что соскучилась. Получилось вот достаточно много. Вот, хватит на несколько дней. Даже больше, чем на несколько дней. Муж на работу возьмет, и домой будем объедаться. В общем, очень довольна, что приготовила. Вот. Так что, может быть, кому-то тоже напомнила про оливье. Что его можно готовить не только на Новый год, но и просто так, когда соскучишься. И вот попутно здесь смотрела видео. Поставила планшет, пока здесь все крошила, и видео смотрела. Давно не смотрела на Ютубе видео. Может быть, полгода даже не открывала ни одно. Была она. Это очень такая большая весомая причина. Вот. Просто не было ни желания, ни настроения. А сейчас вот не то, что сказать, что появилось прям настроение много. И долго там смотреть, да, видео. Но вот крошила, пока все резала, вот, подумала, ну, почему бы и нет. И смотрела видео с пустыми баночками. Так что вот, сейчас уберу это все в холодильник. И буду заниматься дальше своими делами. Сейчас сижу, кстати, на сайте Алиэкспресс. Мое любимое занятие. И знаете, что случайно нашла? Еще баночки для специй в Беларусь, чтобы приобрести что-нибудь такое интересное. Ну, может быть, даже слегка необычное. И наткнулась вот на такие баночки. Я знаю, в Беларуси Икея нет. И кто-то мне еще с каких-то стран, по-моему, девочки писали. Точно же не вспомню, что за страны, что тоже нет Икея. Вот. Но, может быть, кому-то вот такие баночки нужны, нравятся, интересны. То вот, посмотрите, можете заказать. Здесь есть 100 мл, 150, 200, 450 и 700 мл. Ну, доставку вот в Финлядию мне вот дает, что бесплатно. И не знаю насчет других стран. В любом случае, я думаю, что вот эта ссылочка будет вам полезна. Поэтому, если кому-то интересно, то заглядывайте в сноску, не в сноску, а в инфобокс под видео. Я вам ссылочку оставлю, потому что вот, сколько я не сидела на Алиэкспресс, но вот такие баночки именно здесь вижу впервые. Может быть, не обращала внимания я на это. А может быть, они только недавно и появились. Не знаю, уже сами судите, дорого-недорого. Вы, в общем-то, зайдите, посмотрите, кому эта информация интересна. Ну, и последнее, что я сегодня хочу во влоге вам показать, как я работаю с гейзерной кофеваркой. Многие девочки после видеопокупки этой кофеварки мне попросили показать. Здесь очень все просто. И вообще мне нравится она в использовании, в эксплуатации. Поэтому, если вы кофеманы, любите кофе, почему бы нет? Ну, единственное, как я уже многим отписалась, что минус в том, что, ну вот, вот такой вот порции воды хватает на одну среднюю чашку около 200 мл. Вообще, как по правилам, кофе нужно пить в таких очень-очень маленьких чашечках. Ну, тогда, да, на жизнь порция она выходит. Если просто по-простому пить, как мы обычно привыкли, то это на одну чашку, а это большой минус. В том плане, когда гости приезжают, и нужно и много гостей, кто-то чай пьет, кто-то кофе, то, конечно же, за столом это неудобно будет сидеть и ждать, пока каждому приготовится это по чашке кофе. То есть, вот здесь минус, но вот как для одной, это очень хорошо. Оп, с водичкой. Значит, сюда наливайте столько воды, сколько вам нужно. Дальше эту штуку ставите. И сюда, вовнутрь, насыпайте кофе. Но, опять же, ту порцию, которая вам нужна. Я люблю крепко заваренный кофе, поэтому вот такой чайной ложкой сейчас, не чайной, а мерной ложкой, буду насыпать. Вот столько. И еще одну целую. Вот. Насыпаю, как немножко обычно, распределяю. И дальше прикручиваем верхнюю часть гейзерной кофеварки. Нужно закрутить плотненько. Все. Вы закрутили плотненько. И все. Ставите на огонь. И потом, когда оно уже приготовится, вы услышите такое шипение. Здесь крышку можно приоткрыть и посмотреть, что здесь вот уже будет полностью заполнено жидкостью. Кстати, вот когда будете мыть эту кофеварку, то осторожно мойте и очень-очень хорошо промывайте, чтобы не осталось моющего средства нигде. Потому что все-таки вода поднимается снизу вверх. И вот эти все отверстия нужно очень тщательно, хорошо промывать. Вообще вкус кофе получается, ну вот, просто обалденный. Я настолько обожаю вкус кофе в этой кофеварке, что я действительно всем советую. Ну, о минусах ее я вам уже сказала. У меня здесь, кстати, еще стоят мои желтенькие сливы. Очень люблю именно желтые сливы. Вот, видели, недавно я приобрела. Сейчас, наверное, их помою и буду кушать. А еще сегодня я делала вот такую вот нашу любимую закуска. Она очень бюджетная, классная. Обожаю просто. Вообще, у меня есть идея сделать видео. Три бюджетных закуски. Там будут такие закуски, как рыбная, дальше овощная, мясная. Вот эта рыбная, я, наверное, ее туда тоже включу. Потому что она готовится очень просто. Она бюджетная и безумно вкусная. Вот, ну это все, девочки, на сегодня. До новых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok